Добрый день, дорогие друзья-товарищи! Меня зовут Даня Лазарев, и добро пожаловать на канал герой Митагейнга. Да, мы здесь снова играем в ДНД пятой редакции. Кто не понимает, что такое ДНД снова, это приключение отеческое, под названием Клад Королевы Драконов. Да, и сегодняшний выпуск у нас уже миллион тысяч триста пятьдесят пятый, я сбился со счета, но тем не менее мы продолжаем это приключение. В скором времени нас ждет перерыв, но ваш гребаный косплей, ну не косплей, забывай это слово, когда люди вместе собираются, делают одно и то же действие, которое... Флешмоб? Флешмоб, спасибо, ваш флешмоб работает, поэтому ДНД живи... ДНД живи! ДНД живи, да, оно спасло вашу нашу игру, и мы сделаем паузу, мы сделаем ее гораздо меньше, чем мы предполагали, поэтому вы спасли своими действиями. Ромин, Ромин досуг. Да, и сегодня мы собрались для того, чтобы снова продолжить наши приключения, сейчас мы вспомним, кто с нами играет, вспомним, что происходило, о чем мы будем делать. И у нас сегодня с нами представитель клуба настольных игр Хуб, я про него как-то уже говорил, но если вдруг Паша не выпустит это видео, то просто знайте, что клуб настольных игр, клуб насводится в городе Сочи. Если будете проездом, обязательно загляните в описалки. Описание и ссылки будут в комментариях. Почему? Что я несу? В описании будут ссылки все. Обязательно заходите, обязательно заходите в группу ВКонтакте. В общем, загляните, там интересно, много настолок, есть что поделать. Рома, здорово! Привет! Да! Что-то мне интересно рассказать тебе про ваш клуб? Конечно, поделись с нами информацией про ваш клуб, мне интересно знать. Ну, во-первых, чтобы все знали, где мы находимся, мы находимся на Новогинской 6, второй этаж. Там мы вводим ДНД, на который я всех ребят приглашаю. Также у нас более 400 настольных игр разного характера, найдем для кого угодно. И также можете подписываться в нашу группу ВКонтакте «Зачарованная таверна», в которой мы вводим ДНД онлайн. Нет, пока что... Приходите, в клубе уже узнаете намного больше. Так что... Да. Ссылочки на таверну и на клуб будут в описании, как я уже сказал. Да, пока давайте вернемся немножко в наше состояние, в котором мы пребываем уже. Который... Итак. Для начала представим наших ребят, которые с нами сегодня сидят, чтобы и, в конце концов, у Рома нам рассказал, кто он такой, кто он по жизни. И ребята напомнили, кто они такие, кто они по жизни. Если вдруг кто у нас на канале присутствует новенький, обязательно, чтобы они поняли, кто с ними здесь сегодня дело имеет. Давайте начнем. Чтобы долго не марать себя выбором, который меня мучает каждый раз, начнем мы с тебя. У нас, кстати, сегодня Ром Рома. Да. Поэтому, смотрите, какой такой симфоний. Давай. Добрый день. Меня зовут Роман. Играю я паладином. Уже паладин не два мяча. Всего один двуручный мяч и один не двуручный. Паладин колдун. Божественный ребенок, рождается раз в тысячу лет. Ну вы это все слышали? В общем, паладин без страха и упреха. Хаотично добрый. Многие решают, что его поступки не паладинские, но у него свое немного видение этого мира. И он поклоняется темпусу. Все? У Гитлера тоже был свой видение. А знаешь, еще у кого было свое видение? Настолько радикальный паладин у нас. Не знаю, правда, историю Гитлера. Гитлера прославил он друзей и в руках Кракетона. Я думаю, у Гитлера была разнообразная жизнь, поэтому я думаю... Двое гидмо повезло. Ну давайте, оставим тебя на сладкое, поэтому... Давай, Саня. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я по-прежнему отыгрываю Акай. Акай — это обменная джиннайзи. У которой горят волосы. Горит сердце. Горит кровь. Я мистик пятого уровня. Спасибо. Все. Саш, можно тебя попросить петличку выше повесить? Еще выше? Прямо так? Так? Да? Да? Ну ты тихо говоришь и... Так нормально? Смотри, давай. Давай. Я буду предельно рада. Всем привет. Я Женя, мой персонаж Десмонд. Лечит людей. Не берет в руки оружие. Бухает с паладином. Взывает голос у разума джиннайзи. И, в принципе, мне кажется, замечательный чувак. И просто украшение этой пати. Все. Спасибо, Винген. Ну и давай, новый член... Членов... Ромалай. Меня зовут Рома. Я Рома-младший. Он Рома-старший. Неважно. Сегодня я играю за очень интересного персонажа. Меня зовут Широ. Кто я такой, я вам не скажу. Но я четвертого уровня. Я хаотично добрый. Моя история страшна и мрачна. Когда-то мою семью опорочили. И я ушел на улицу. Чем я там занимался, мы узнаем по ходу того, как я буду общаться и делиться этим со своими сокомандниками. А может быть я просто возьму и перебью их всех. Это никому не известно. Точно такой, я вам не скажу, кто я. Но возможно я вас перебью. Кто знает. Кто знает. Кто знает. На сколько тебе лет? Мой возраст ровно 28. Ты в свои 28 лет хочешь перебить нас 3? Да вообще без проблем. Семнадцать... ну ты... Тебе надо взять ничего. Тебе этот босс выдаст мало лута и же его завалит. Не стоит барать руки. И опыта почти никакого. Я мини-босс. Мини-мини-босс вот такой. Спасибо, это все? Да, это все. Отлично, да. Итак. Все, ничего. Давайте вернемся к нашим героям. А! Вы же не вспомнили, что было в прошлом эпизоде! Алло! Как много я-я-я-я-шки! Давайте, раз мы не вспомним, Саня нам расскажет. Ты че не подставляешь? Давай-давай-давай! Как на экзамен пришла? Да я совсем не помню, что было в прошлом эпизоде. Я помню, что мы шли на какое-то задание. Очень... Ооо! Фух! Я болон и мы сдали на задание. А, и нам дали опыт, дай опыт, да? А вот это уже ваш косяк. Он сказал, ладно, да? Кто сможет рассказать? Я могу рассказать. Дезмонд, вот Дезмонд хочет. Я хочу, чтобы Дезмонд рассказал. Давай, давай ты им расскажешь. Я после него не только твара сказал. Прошлая серия. А прошлая серия с чего началась, напомни? Именно с самого начала. Я просто не помню стык прошлого и позапрошлого. Насколько я помню, вы вышли из трактера и отправились в пуг. Начало прошлой серии это встреча с моим другом детства, да? Нет, это был конец до этого серии. Хорошо, расскажи. Да нет, ладно, Рома, рассказывай. Нет, все. Все, ты его сбил. Ты его ранил, вранил его ловил. Все будет хорошо. Пусть вы меня так не любили. Значит так. Наша история в прошлый раз началась с того, что впечатлены до этого еще в позапрошлом выпуске, который обязательно нужно посмотреть, беседой с почтенным обой Хазимом. Мы приблизительно составили представление о вратах Балдура, провели в кои-то веке нормальную, спокойную ночь в таверне. И с утра, да, правда, было делом. И с утра задумались над тем, чем потом заняться в ожидании каравана культа. Ну, к сожалению, такой разумный и безопасный способ заработать немного золотых, как кидать навоз по объявлению, нам показался скучным. Поэтому мы решили исследовать гробницу не вдалеке от нижнего, насколько я помню, города. Вот. В которой, как нам сказали, должны были находиться артефакты бога Хроноса. И, в общем-то, нас там не ждало никаких опасностей. Но при попытке оттуда выйти, мы осознали, что попали в день сурка. В общем, ну, из временной петли, в которой мы в результате оказались, со мной некоторых решений, мы выбрались. После чего, с удивлением обнаружили, что прошло три дня. У нас уже кое-кто обыскался, но, тем не менее, выбрались мы оттуда без потерь. Разве что немного удивлены, наверное. Ну, и сейчас, насколько я помню, мы, по идее, держим путь обратного врата Балдуру вместе с почтенному Бульхазиму. И, в общем-то, наверно, по дороге у нас найдется, ну, по крайней мере, у меня точно, как минимум, одно незавершенное дело. Спасибо. И мы еще, кстати, взяли брошюрку на выполнение еще одного задания. Что не ожидал, то не ожидал. Саша вспомнил, что было. Нет, я помнил об этом. Но я точно помню, что мы сорвали. Мы должны были поплыть в путешествие, и нас должны наградить большими сокровищами. Вот что там было написано. Да, действительно, все именно так и было. Благодаря Жене мы вспомнили в хронологию событий, да. И сейчас, позвольте, во-первых, я сделаю... Во-первых, я дам ребятам вот-таки опыт все-таки за то, что вы справились с вашими всеми этими ловушками. Я дам вам, ну, пускай по 300 XP-шки нарывок. Да ты что! Левел ап! Хорош! Хорош! Ну, и сейчас, поэтому в будущем. И плюс, что я никогда вообще не делал в жизни своей. Я хочу раздать сегодня очки вдохновения. На секундочку. Ох, вау! Да, потому что сколько времени прошло, я не разыгрывал. А я думаю, заслужили ребята, ребята заслужили. Поэтому давайте так. За... Гацурон. За неплохое решение всех ловушек, которые встречались у нас на пути. По крайней мере, в доме с элитидом. Тебе... А что, Лев? Просим. Да. Десману за отличный хил, за спасение жизни не раз. Ну, собственно, опять-таки, за проявление всяких умных действий в ловушках хроноса тоже. Очки вдохновения. И... Аркайки. Я долго думал, что... Все-таки... Ну, простите. Ну, за отчаянное самопожертвование. Все-таки. Это был отважный, красивый поступок. Ну, не очень красивый, может быть, но, по крайней мере... Ну, по крайней мере, весьма обрушительный. Поэтому, Надя, готово. Это все потому, что я женщина. Очки вдохновения вам позволят либо перебросить ваши кубики, в определенные моменты ваших жизненных условий. Либо совершить с успехом какое-то определенное небольшое деяние. Либо, если захотите, вы можете очки вдохновения потратить на конец события, которые я уже придумаю, которое приведет в любом случае к кому-нибудь положительному воздействию. Ну, то есть, грубо говоря, если вы, допустим, идете в пещере, и на вас бежит тогда гоблинов, вы хотите потратить очки вдохновения, допустим, чтобы от них избавиться. И можно сделать так, чтобы, допустим, гоблинов свалилось с потолка бурда камней. Пример. Пример. Удобненько. Что? Довольно неплохо. Что? Я слушаю, я тебя потихоньку ловолапаюсь. Да, именно очко. Спасибо. Да, именно так. Я раздаю свои очки, очко. Своё очко на проводе надо раздать. Мне не жалко. Вот. Главное делиться. Главное делиться. У нас очень делящийся канал. Ну, вернёмся к Игоре. Так или иначе пора бы. Действительно. Вы, ребята, просыпаетесь вместе с Казимом с первыми лучами солнца. Потому что помнится в прошлом визоре, что вы завалились спать. В палатке. Пока я была в палатке, вы на улице. Вы просыпаетесь первыми ночами солнца. Казим с собой прихватил еще двух лошадей. Поэтому я с вами не старался, чтобы было труда вам на них забраться. Собственно говоря, поместиться в двое там, двое там. И вы отправились обратно в город. Я с Дезбортом. Да, да. Прошла? Да, мой лошадь, да. Что-то хотел в этом сказать. Я с Казимом тогда. Ну, да. А у тебя лошадь идет просто сама по себе и чили. Три лошадь. Три лошадь. И он сам взял еще три. А, еще? А мы направляемся в город. Да, я правильно помню? Ну, очень. Я хотел бы обратиться к Казиму. Конечно, конечно. Вы пока в пути, поэтому, да, можете. Я вспомнил о следующем. Да, да. Насколько я помню тебя, чтобы ты нашел где-то на нас искать. Должен был извести об этом молодой человек, которого он оставит. Все верно, все верно. Он прибежал ко мне буквально следующее утро. Ну, мальчик проявил разумность. Я думаю, стоит его поощрить. За это я бы хотел его найти. В общем, обещанную награду. Конечно, да. Мы, я так понимаю, здесь были где-то в этой деревне где дальше живет. Ну, да. У нас будет, если это будет крюк через эту деревню, было бы неплохо его сделать, потому что про обещание след будет держать. Хорошо, конечно. Ну, в итоге вы спускайтесь на лошадях. Вы на лошадях спустились, во-первых, это спуск. В любом случае он прошел быстрее, чем наш подъем на лошадях. Поэтому мы спустились буквально за минут сорок, а то или меньше. Спускайтесь в эту деревню. Собственно говоря, не составляет там большого труда найти этого пацана, потому что он бегает там по дворам с большой палкой, потому что его впечатлил меч паладина. И он бегает с большой палкой и рубит курей. И соседей. Вы его настигаете в тот момент, когда он как раз гонял курей на собаку. Я спешиваюсь, спускаюсь с коня. Он его остановит. О, вы живы! Я уже думал, ты... Благодаря тебе, мой юмый жук, ты выполнил всю указание в тучу. Да, я побежал к Халькайзиму, как вы сказали, на следующее же утро. Красава! А что ты можешь потерять? Ям! На! И вот так, медленно начинает отходить с ним. Я крапиве. Ну ладно, что ты сейчас смотришь на меня. Я рассчитываю когда-нибудь стать палатином. Ага. В какой орден надо мне вступить? Подскажи мне палатин. А, откуда я знаю, что палатин, ты же нормализм. Я рассчитываю когда-нибудь стать палатином. Кто бы подсказал, какой орден мне поступить. Иди в церковь Темпуса. А там палатинов воспитывают. Интересно. Ну и чтобы тебе проще было драться со своей мечтой, мой юный друг, я открою в руку свой мешок заплечный и достаю оттуда кошель с медной монетой. Держи. Если ты откроешь его, ты обнаружишь там медную монетку. Ты можешь отстратить ее на что угодно. Можешь отстратить ее на сладости. Можешь помочь матери бросить деньги в семейную казну. Но знаешь, что в следующий раз ты увидишь там еще одну монетку. А потом еще одну. Да? Да. Пусть же эта малость поможет тебе в твоих мечтах. Классно. Ты смелый парень. Спасибо. Я стану палатином. Я куплюсь. Я пошел. Медный палатин. Следующий. Через 20 лет слух. Медный палатин. Ну, в общем-то, с твоим вращается. И смеясь, махая палкой, по собакам убирает. Вы, Абу Аль-Хазимов, вы предлагаете путь поднимая, да? Да, конечно. Абу Аль-Хазимов в пути говорит вам, я предлагаю нам отправиться ко мне домой. Вы там немного отдохнете. Я как раз хотел для вас подготовить некоторые подарки, но так как у меня не было времени, я завалил начало. Я как раз подготовление свяжу, пока мы будем там. Мы с радостью примем, без внушения. Другие, я не возгружаю. Я попрою. Ни в коем случае. Пойдем. Пойдем. Ну, вы едете, ну, буквально, сколько там, минут? Ну, час, наверное, с лишним на конях. Вы где-то ускоряетесь, где-то снижаетесь в этом. Тем не менее, вы со временем заезжаете в город. Город все так же шумен, все так же полон людей. Вы оставляете лошадей на объезд, потому что, как ты уже объяснял, с животными нельзя езжать на территорию. Ну, да. И пешком топаете то. А Вольхазин предлагает взять рикшу. А Вольхазин, а вы слышали о таком магии? Зовут его Силов? Да, знаю о таком. Что это? Есть какая-то информация о нем? Ну, я, к сожалению, не сильно знаком с ним. Все-таки, как бы, много тысяч людей живет в этом городе, и я совсем не знаком, но я о нем слышал. Я знаю, что он время-то время не дает приключенцам задания, но я никогда не слышал отзыва о нем, в плане того, насколько эти задания, скажем так, справедливые. Должно ли это означать, что ты идешь доверять ему с опаской, или ты действительно не знаешь? Я не могу говорить, стоит ли доверять людям, если я их плохо знаю. Я не могу судить о людях по их имени или по их, скажем так, внешности. Мудро и справедливо. В любом случае, Балдур большой и опасный город, в любом случае, он стоит с опаской ко всем, кого встречается. Но также не стоит подозревать всех подряд. Ориентируйтесь на вене своего рода всех. Хорошо. Пока это вене у нас не подводит. Ну, вы едете дальше. Вы попадете ходите рикши, несмотря на сопротивление, допустим, кого нет из вас. НД смотрит не очень много. Я сопротивлялся. А в Альхазиму говорите, я говорю, что все нормально. Они работают, это их работа. Посмотри, это ворк, он счастлив. Садись! Поехали! Ну, я с неодобрением, но все же сажусь не хочу отраваться. Ну, и на этой повозке с рикши вы езжаете буквально за 15-20 минут, езжайте от Альхазима. Поднимаетесь наверх, он заходит его в покое, он как бы наливает вам еще, может быть, вина, чтобы отдохнуть. И говорит, вы пока отдыхаете, в принципе, мне нужно для приготовления некоторое время. Поэтому, если хотите, в принципе, вы можете отправиться пока в городе погулять. И на ваше усмотрение. Или остаться. Я думаю, нам следует отдохнуть немного. Все-таки три дня пробыть не ведь где. Ну, пока мы не в дороге. И мне, в любом случае, следует помолиться. До храма Эль Матера далеко, но, я думаю, нашу комнату в таверне вполне ему подойдет. Сейчас раннее утро, поэтому... Ну... Кто куда? В таком случае, я могла бы навестить человека, который дает задание. Который дал задание. Расспросить у него все. А у кого эта брошюрка? Что там написано? Там написано. Макселов ищет команду приключенцев для того, чтобы всплавать куда-то. И он возраградит сокровищами. Хорошо. Ну и уточню, у него актуально ли это задание еще. Хорошо. Мне нужно... Вик с владелицей пурпурного змея и заодно посетить храм. Ну что ж, если все отправляются куда-то, может быть, я только что задумался, мне стоит все-таки добраться, поприветствовать своих братьев по вере и узнать какие-то новости или не нуждаются ли они в помощи. Одним словом, если я задержусь, можете найти меня в храме Элмотера. Ну, если что, я думаю, мы можем ближе к вечеру встретиться у Абу. Да. Я думаю, да. Тогда выдвигайтесь. Подходим. Да. И вы расходитесь, да? И мы расходимся, да. Мы расходимся. Ну, давайте, ты куда-то собрался в храм Темпуса, да? Я сейчас собрался в... Ну да, скорее всего, сначала в храм Темпуса, а потом я собираюсь в пурпурного змея. Я тебе показывал, да, где храм Темпуса находится? Ну да, он за стеной где-то там. Поэтому тебе нужно будет время, чтобы добраться. Храм Элмотера находится в нижнем городе. В пределах, то есть, Балгара, но в нижнем городе. То есть, не в самых богатых районах, но нормальных районах. Поэтому тебя туда топать. А товарищ этот живёт вниз... Эээ... Эээ... Он живёт в верхнем городе. Не так далеко, в принципе. Ближе к морю, к реке. Поэтому тебе уже будет топать туда вниз. Но мы начнём, пожалуй, в таком случае с Десмэнда. Ты идёшь... Я иду в нижний город. По улицам, заполненными людьми. Переходишь через трассы. Ты рикшу берёшь или... Нет, я хочу пешком. Ходил посмотреть. Ну да, ты топаешь через все вот эти вот улицы, которые сначала проходя через верхний город, и все эти вот цветы, которые тебе пахнут благоухают, вокруг зелень, вокруг цветёт. Несмотря на то, что осень уже поздняя, но всё равно цветы каким-то магическим образом поддерживают цветение. Ты проходишь все эти благоухающие улицы, выходишь в нижний город, начинаешь идти там по переулкам каким-то. Народ бахерищик. Ходит по большим трассам очень много людей, разные трассы совершенно. Все переговариваются, шумеют, шутят, что-то такое. И в один момент, проходя так мимо людей, мимо... В толпе людей проходят, и у тебя пробегает кто-то в капюшоне и в маске, и стукается на тебя плечо, и пробегает дальше. Я так недоуменно смотрю ему след. Кого я вижу? Ну ты видишь, что этот капюшон побегает дальше в толпе, но, обратив внимание, после этого ты обратил внимание, что у тебя мокрая рука. То есть где-то удары, где он ударился на руку, то есть мокрая. Ты посмотрел, ты видишь, что у тебя следы крови на руки. Ну это не моя кровь, я просто смотрю. То есть он меня не ранил? Да. Я... Недалеко еще до храма, но я примерно знал местоположение, то я могу сориентироваться. Ну... Ну прилично еще более меня, прилично. Угу. Я, пожалуй, ускорю шаг, я хочу проследить за этим человеком. Ты начинаешь следовать за ним. Стоп, секунду. Я, прежде чем следовать за ним, я просто оглядываюсь по сторонам, ну, может быть, не знаю, кого-то ранил или убью, кого-то... Нет, нет, нет. Он просто пробегал в толпе людей. Угу. Мимо тебя. Ну тогда я ускоряю шаг и иду за ним. В принципе, я не скрываю, я просто довольно ловлюсь через толпу. Хорошо. И мы переходим в таком случае... к тебе. Хорошо. Нет, какой... Ой... Ой... Сразу этот... Шляпа. Шляпа. Виски. Обязательно. Ты пробегаешь через толпу, забегаешь, выворачиваешь, выворачиваешь из толпы и вот забегаешь в темные переулки этого нижнего города, пытаясь спастись... мне не нравится эта музыка. Пытаясь спастись от своих преследователей. Ну, оставь. Да, пускай, да. Ты выбегаешь, забегаешь в переулок, в темный переулок, несмотря на то, что еще самое утро, но солнце еще недостаточно высоко встало, поэтому этот переулок будет реально темный. И здесь мало того, что солнечные лучи сюда не проникают, здесь еще, в принципе, тень от домов, по самым промежуток между домами небольшой, здесь метр два буквально, и ты пробегая между коробками и мешками, которые здесь стоят на улице, здесь кошка пиная, пробегая здесь, здесь темно довольно-таки. И ты обреждаешься назад, время от времени, и ты не видишь своих преследователей, ты видишь только как тени какие-то скачут между домами, между этими балконами, ну, где-то там, за тебя, между коробками, тоже эти шныряют. Ага. Время от времени, ты выбегаешь по этим переулкам, время от времени, рядом с тобой стены втыкаются до ножей, и жалы, да, ты от них вворачиваешься, и в один из моментов ты забегаешь в переулок, который оканчивается тупиком. Ага. Останавливаешься, осматриваешься вокруг, видишь, что выход, в принципе, только если лезть на крыше, куда-то туда. Но в этот момент ты слышишь в зале, наконец-то мы тебя догнали. Ага. Выхватываю кинжал, сразу из-под плаща и говорю, ну, давай, подходи, давай. Я порезал нескольких из ваших и тебя, нашпигую кинжалами. Я так покручиваю кинжал в руке. Ты видишь, что с одного из балконов спрыгивает темная фигура, тоже укутанная полностью в капюшонную повязку на лице. Единственное, что у него глаза, вот зрачки светятся в темноте. Когда за ним, сзади, прыгают еще две фигуры. И они достают кинжал. Ну, давай, попробуй. Мгновенно, ну, буду пытаться как-то действовать быстрее их, опережая, руки под, как правильно, под плащ, вытаскивая три ножа и так метнуть по фигурам. Хорошо, давай, давай, сделай каким нам попаданием. Можно на двадцатых щупок. Дайте, дайте, подохватали себе. Дайте еще на двадцатых щупок. Что сразу подохватали? Семнадцать. Давай с помехой на каждого, но с помехой. Шесть. Шесть. Пять. Девятнадцать. Итого, получается, у меня первый был шесть плюс лок струк это четырнадцать, и второй тоже четырнадцать. Четырнадцать, четырнадцать, девятнадцать. Угу. Два твоих кинжала проносятся мимо... Они тут свиньёй. То есть, один спереди, двое сзади. И этот кинжал проносятся мимо первого, который идет спереди. И сзади двое ребята уворачиваются. Третий кинжал идет прямиком об этого самого первого. Он делает так голову, кинжал проносят мимо него, царапка слегка его в капюшон и... Ну, попадает в одного из парней, который идет сзади. Вот, ты слышишь, там, сзади... Прекрасно. Но он... Урон? Да, кидай, кидай урон. Ээээ... Восемь. Угу. Ты видишь, что он у него трочит кинжал в ключе? Он поднимается. Ты не видишь, что у вас скала под масками? Ты понимаешь, что я вот недовольный. Он поднимает кинжал и скидает на пол. Эээ... Ну и в этот момент они вот достают кинжал, начинают приближаться все ближе, 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 говорят тебе, ты полагаешь, что это нас остановить? Ха-ха-ха! Нет, ну я... Это не остановит вашу организацию, но вы ляжете ровно здесь. Но не от моей руки. Я, знаешь, так хочу, от стены отталкивая, пытаться отталкиваясь от стен как-то, насколько это возможно в моем состоянии, забраться на крышу. У-у-у, ну давай так. Ты пытаешься это сделать с помехой, опять же. Ребята, один из них, который идет спереди... Дай два сразу просто. Один из них, который идет спереди... Восемнадцать, пятнадцать, пятнадцать. Плюс еще ловкости, ну много. Который идет спереди, и он пытается тебя... Ну, ты как-то делаешь этот маневр. Ты прыгаешь на ближайшую коробку, кидаешься на подоконник, начинаешь крапкаться вверх, и он в этот момент... Кидает кинжал, но... Кинжал попадает в стену, который он с тобой отрикошечивает, и начинаешь крапкаться наверх. Ты видишь, как... Поднимаясь наверх, ты видишь, как двое парней, они буквально... Человек паул буквально по стенам, в разные стороны разбегается, по стенам ползут наверх, на крышу. И в этот момент, Десмон, ты выходишь из-за поворота, ты проследил за... Буквально, примерно, долгительно понял, куда он мог пойти, и выходишь, видишь фигуру, в черном, который стоит спиной к тебе, с кинжалом достатом, из-за пазухи, ну, здесь нужен... Видишь, как по стене карапкается наверх... Да. ...человек, который через эти раны, потому что, когда он подкрапывает, с лишним плач сдирается, у него на боку виднеется большая обширная рана, и кровь... По местам, где он лезет по стене, ты видишь, что у него остаются следы крови, да. И, собственно говоря, это все картины, что ты видишь. И ты видишь, что товарищ, который стоит внизу, в черном капюшоне, он метнул нож, не попал, сейчас достает нож. Я вижу троих противников, да? Да. Одного противника, да. Одного? Я опираю свой посох на стену дома, набрасываю капюшон своего плаща так сверху, ну, желательно, чтобы скрывало немного мое лицо. Такой. Эй! Ты видишь, он поворачивается тебе в полглаза, ты видишь, один светящийся зрачок на твою сторону? Оставишь парня сам, или тебе немного помочь? Пошел умол, жрец. Не твое дело. Я вижу раненого, я вижу, что он находится невыгодно положить. Я сказал, пошел умол. Я незаметно касаюсь своего символа, ну, так, будто себе поднос произношу слова. И это заговор чудотворства. Одной из возможностей заговора чудотворства, это, ну, в пределах слышанности раздается какой-то угрожающий шепот. вот. И, ну, вот этот, ну, противник один, которого я вижу, слышит, ну, ну, слышит, что-то проносятся мимо его ушей нечто вроде. Ты ляжешь здесь, и никто не поможет. Об ужасе, который ты увидишь после смерти, не имеешь ни малейшего понятия. Такой шорох. Дальше все превращает в такой неразличимый шорох. Ты хочешь запугивать его? Да, я хочу его запугать. Ну, кидай. Жильцы, даже мне страшно сдало. Жесть. Эм, ну да, жесть. Ты видишь в его глазах явное, знаешь, ну, не презрение, но такое, знаешь, снисходительное такое. Ну, он не слышит как-то. Не, это не от меня, я сходит. Ты думаешь, твои фокусы меня запугали? Я думал, у меня в основании найдутся и другие фокусы, понимаешь, поэтому лучше бы тебя оставить, партнер. Ребят, да, безумно. Достаточно раскопать. И ты, кришками кинжалей дает тебе свой кинжал. Ну, я могу попробовать увернуться? Ну, нет. Ну, попадает. Попадает. Да, в любом случае, 8.6-18 на кубе. Ух, хорошо. они 4 без сила. 4 урона. Кинжал царапает тебе твою мантию и немножко бок. Не сильно ранен, но, тем не менее, ты получаешь ущерб. марапулю. Мы сейчас, да нет, не будем питать инициативу. ты лезешь наверх, карапаешься наверх. Да, да, да. В этот момент ты видишь, как сверху, опередив тебя, над тобой надвисает тень одного из этих парней. Снова видишь светящие задачки. Он на крыше вот так вот чуть спускается с крыши, вытягиваясь сверху. И смотрит на тебя, и ты видишь, как он из-за пазухи достает Сирики. Ну, это звездочка. Я могу реагировать, да, на это как? Да. Я хочу попробовать придушить его волшебной рукой или как-то попытаться скинуть, может, откинуть максимально так, чтобы он открыл мне проход, чтобы я вверх все-таки смог вылезти. Я не услышал, что... вообще... Бежать? Нет, ты не обращаешь внимания все-таки, что там... Возможно, ты услышал, что этот парень отвлекся и атаковал другую сторону, но, наверное, ты не обращаешь внимания, что он здесь здесь. Хорошо. Волшебную руку так же с помехой? Нет, нет. Без. 17. Угу. Это прямо атака или что это? Это... Этот. Или ему надо делать спас или что? Да, ему нужно пройти спас. Если я пытаюсь ей атаковать или как-то взаимодействовать, ему ловкость надо пройти. Угу. Ну, окей. Ну, значит, тут получается 8, 10 и плюс от интеллекта плюс 3. 13. В том случае. Ну, не нужно делать спас. А, это я уже понял, я жду реакции на его... А. Он что-то... Смог я его оттолкнуть? Вообще, в принципе, помешает ему стать передо мной. А, в этом плане. Ну, давай хорошо сделать спас с ловкостью. Еще раз. Да. Да. Он почувствовал, видимо, у себя на шее твою руку, которая пытается его придушить или толкнуть что-то вообще с ним сделать, но... Он довольно с легкостью с легкостью скидывает ее из себя и в ту сторону ты видишь метиться. Метится. Сюрикен. Ай. И это крит. Да, ты. Ёhelovle harmони change. 3, 2, 3 или 4, 3, 3 ... 9. Тебе он втыкается в плечо... Ты отbildаешься на на подоконнике на одной руке. Угу. И, таким образом, сейчас болтаешься. Девятку через перешек. Ём, ё. Больно-то. Давай мои тысячи. Ты знаешь, так хочу едет? Сволочь. Я смотрю на就會 przybach, поворачиваю все dif kollach сказал, а呢 надо с яелом Pierry Откидываю капюшон с головы, ты не услышал главного, как я предлагал тебе выбрать жизнь, но ты сделал свой выбор, я о нем скажу, ты не айринфис агенатус, а с бросок набросит 14. А где же он расстроен серьезно? А он проваливает. Проваливает? Ну я пятого уровня, поэтому он ранен был? Нет. Хоть накид. Нет. Это, ну в любом случае, два кавосина. Это десяточка кавосинка кавосинка. А, это тот, который увернулся от моего клинка, да? Да. Тот застеркнул его, был ранен. Да. Пять. Довольно скромно. Пять. Это только... А это что происходит? Пусть... Пространство, у которого головы наполняется скорбным звучанием кулок. Ты видишь, что мы стоите вместе, когда мы... Он смотрит на тебя своими глазами, ты сидишь, и все. Мы еще увидимся. И в этот момент делает. Щелкает пальцы, и ты видишь, как он приезжается буквально в пар. Товарищ, который стоит над тобой, тоже исчезает в пар. И вы видите, как на соседнем балконе тоже еще один исчезает. Сосунки, драться, так драться до конца. Я даже так откашливаюсь кровью. Эй, друг, ты долго будешь еще весеть? Я бросаю на тебя взгляд, ты видишь... Ну, наверное, да, ты даже глаз не видишь, потому что тут достаточно темно. Я говорю, ты что, тоже из этих? Как видишь, нет. Ну, если бы я был из этих, не правда ли, я хотел бы помочь им, а не тебе? Тоже мудро. И я тихо спускаюсь вниз. Тебе нужна помощь? Черт возьми, да! Нет, в смысле, чтобы спуститься. А, нет. Я не задаю настолько глупых вопросов, вдруг, может. Ну, ты спустился, да? Да, да, я спустился. Ну, я спустился с порядки, да? Да, пускай нормально спустился. Кого я вижу перед собой? Перед собой ты видишь фигуру, укутанную полностью в черной одежде. Ты видишь, что его руки в перчатках. И все. Ты не замечаешь даже свечения глаз, стеснякового отблеска. Это не очень высокий человек, ну, стандартного размера, там, просто, я извиняюсь, метр шестьдесят восемьдесят, я пугай. Ну, прям невысокий. Да. Я просто метр восемьдесят, по-другому. Ну, я понял, да. И я жду от тебя какой-то реакции. Мой наставник, он был мудрым человеком, говорит, что прежде стоит помочь страждущему, прежде чем спрашивать его имя. Поэтому я не буду отходить от правил. Позволь, я прикасаюсь к тебе рукой. Я изначально так шугаюсь. Не бойся, друг мой. Я пришел помочь, как я уже говорил тебе об этом. Дефирлоботриум лятум. Я трачу одну ячейку первого уровня, и это лечение рам. Оттенка восемь, плюс четыре, плюс два, плюс уровень заклинания. Шесть, плюс четыре, десять, плюс два, двенадцать, плюс выклинание первого уровня. Тринадцать. Тринадцать киноги тебе осталось. Я явно чувствую себя лучше, все еще держась чуть за бок, ну, что, наверное, побаливает. Говорит, спасибо, кем бы ты ни был, я не забуду этого. Я не делаю секретов из своей личности. Я Десмонт, астрама Эдмотера. Женцелитель, ну, как ты мог увидеть иногда им. Изгоняю злодеев. Ты чем-то насолил, тем любимым друг мой. Я торговец, который не успел вовремя выплатить дань, и вот они меня преследуют. Я думал, скрыться в городе, чтобы они меня не нашли среди толпы. Специально приобрел даже темную одежду. Черт возьми, купец, который говорил, что в ней меня никто не заметит. Будь он... Ах, неважно. И пытался скрыться, но не получилось. Купец, наверное, не предполагал, что твои преследователи будут настолько искусными. Да, я сам не думал, что все будет настолько плохо. Как же их звали, как болит голова. Боюсь, тебе нужна помощь, друг мой. Ты назовешь свое имя или мне обращаться к тебе как-то? Называй меня Шира. Шира, я запомнил, свое имя я тебе уже сказал. Шира, я держу путь в храм моих братьев. Я уже пару дней в этом городе, я так и не почтил. И так и не удалось мне добраться. Я могу предложить тебе лишь пока что пойти вместе со мной. Там окажут тебе помощь, перевяжут твои раны. Что-то, как ты видишь, я могу сделать прямо сейчас, но этого будет недостаточно. Я вижу, что ты раненая истощена. Хорошо, целитель, я пойду с тобой. Я думаю, что с тобой я буду в безопасности. Ну, насколько это по моим скромным силам и насколько мне позволит ему так, я постараюсь помочь тебе. Ты можешь подождать секунду? Я сажу от него, поворачиваюсь спиной и хочу осмотреть переулок на наличие ножей, которые выкинул, которые, может быть, остались здесь. Да, хорошо, переулок небольшой, поэтому тебе не составило труда отыскать ножи, которые ты потерял. Поэтому опыт находить. Хорошо. И я их максимально незаметно для Дерзмунда закидываю в плащ, в небольшие крепежи и стою с корточек, с приседей и говорю, идем. Я подберу посох свой от стены. Выходу из переулка и в момент, когда вы выходите, ты руки в карман засовываешь, чтобы печь поправить, ты все в кармане находишь круглый металлический предмет, которого там раньше не было. И эта монетка с изображением меча с кабаном, с волком. Я вижу это. Говорили нам, вы связываете. Я говорю, давай сюда. Давай. Дам, если ты не объяснишь мне, что это. Или мне следует поверить твоему опыту, так говорится. А ты путешествуешь один друг мой по этому темному миру? Нет, я путешествую не один. Тогда ради сохранения своих друзей лучше отдай мне это. Скажем так, это темная метка, которая не сделает твою жизнь ярче. Пожалуй, ты говоришь, дело. Я заповерю тебе на ладонь. Хорошо, я закидываю ее себе под плащ куда-нибудь. Я слышал, что эта метка, скажем так, эта метка оставляют темные люди, которые правят этим городом из-под полы. Истинно правила, понимаешь? Ну что ж, не знаю, чем ты им насадил, но моего приглашения это не отменяет. Идем. Следуем. И вы идете в храм металла. Ну, сейчас мы вернемся к Акаюшке. Потому что тебе было недалеко идти вперед, в принципе. Ты подходишь к портовому участку. Здесь корабли стоят в большом количестве, в принципе. Ну, а также, ты видишь, вдоль верфи стоят жилые здания, не только торговые здания, где есть склады. Между этих зданий затесалась довольно высокая башня, выложена из серого кирпича. С такими, знаешь, готическими надстройками. Вот такая, сверху такая наблюдательная вышка стоит. Есть несколько больниц. Ты видишь, что на вершине этой башни стоит окно, в котором горит свет. В общем, ты подходишь к этому зданию, ты понимаешь, что это тебе именно по этому адресу. Перед тобой большая деревянная дверь. Ну, я достаю брошюрку, такая... Вроде бы это оно. Неплохо живет. Я читаю. Неплохо живет. Севов. 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 Севов? Да. Севов неплохо живет. Ты видишь, как на двери в этом доме... Завевается вихрь из листяшек, и они формируют лицо такого молодого, симпатичного мужчины. С такими широкими скулами, с мужественным носом, с целыми зубами. А он такой, кто посмел потревожить Могоселова? Лишь путник, ищущий приключения. Мое имя Акай. По объявлению. Все верно. Проходите. Здесь голова в 6 часа, а дверь открывается. Оооо. Ты видишь, что там ступенька такая, каменные ступеньки, и листочки выходят наверх. Поднимаюсь по ступеньке. Поднимаешь по круговую ступеньку, по пару этажей проходишь наверх, перед тобой приоткрывается дверь. Следующее. Ты заходишь, ты видишь перед собой такое где-то 5 метров на 5 метров по кругам комната, в которой полно всяких алхимических ингредиентов, всякие скляночки стоят, кипятки, куча книг, куча шкафов, какие-то ковры на стенах висят, какие-то там заклинания, свитки валяются везде. Просто хаотично разбросанные вещи по всей абсолютно комнате. На стенах висят какие-то побрякушки, ожерелья, куча всяких мензурок с разными зельями. Ну видно, что человек занимается не только магией, но еще и всякими там алхимическими изучениями, изобретательствами. В общем, полно всякого барахла. И дальняя дверь распахивается. Музыка просто шикарная. Дальняя дверь распахивается напротив себя. И из темноты в следующей комнате уходит. Вот такой дедушка. Добрый день. Доброго времени суток. Вы, господин... Селов, все верно, Селов, это я. У него такой длинный нос, вытянутая форма лица, слинингшко с наследного напоминаю. Ну, не тот. Кослявые ручки. Он в таком синем антии такой. Проходите, присаживайтесь, будьте как дома, только не забывайте, что вы не дома. Все-таки, что не трогайте, присаживайтесь, присаживайтесь. Не переживайте. Вы одна? Я одна. Кто-то говорит по окнам! Это хор мальчиков. Бедских мальчиков? Они умерли, а под окном больно. Что? Слушайте, да. Опыт? Какой у вас опыт? Опыт? Впечатляющий опыт. Насколько впечатляющий? Я уже не первый год путешествую по этому миру. Это, женщина, успокойтесь! Хлорит Айс! Я совершенно не одна. Со мной путешествует прекрасный светящийся паладин. Светящийся паладин? Да. Необычайно редкий. Редкий. Мне кажется, он единственный в своем роде, так как один раз в тысячелетии рождается такой ребенок. И очень хороший жрец. Жрец Инматера. Построен только. Нормально сойдет. А давно, давно, давно вы путешествуете вместе? Давно, уже пару лет. Ну, допустим, хорошо. Ну, хорошо. В общем, как вы, наверное, поняли по объявлению, что дело сложное. Нам надо будет выплыть в море. Это путешествие займет у нас, наверное, сутки, чуть более, может быть. Потому что нам нужно будет отплыть на небольшие серии островов, которые находятся приблизительно в нескольких милях от берега. И там... Я вам расскажу. Вам часто рассказать, или, может быть, когда вы соберете команду? Я передам своей команде, не переживайте. Я, честно говоря, зашла узнать, актуально ли еще предложение? Да, актуально. Вот почему-то я вывесил несколько дней назад, а никто не до сих пор не пришел, кроме вас. Даже не знаю, почему. Вы только в одном месте вывесили. Где там, популярно. Обычно там всегда приколят сразу. Ну, понятно. В общем, суть в том, что... Удивительно. Я, 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 вы, сажаться поближе. Хочу слышать, мне запах химии какой-то, каких-то трав несет, воняет, капец. И дедом, прям дедом несет, прям дедом, дедом, дедом. В общем, у меня вуаль. Красивая вуаль. В общем, дело такое. Я... Что-то упал. Я... Это я. Методом своих научных изъяснений, ну, и, в принципе, основываясь на некоторых историях, ну, в принципе, есть у меня некоторые доказательства, выяснил, что там, куда мы поглывем, есть... Во-первых, это очень опасное место. Поэтому мне нужно приключать целопытные. Там часто пропадают корабли. И из-за того, что там часто пропадают корабли, там на дне скопилось очень, очень немалое количество соглашений. Это ваше предположение. Ну, это... Мне можно доверять. И я хочу потравиться тут, чтобы вы потравились туда. Погрузились на одно морское. Погрузились? Я старый изобретатель. Я изобрел... Он подходит в сторону. Скрипя одной ногой. Застает такую же католочку, возвращается. Я изобрел очень интересную штуку. Смотри, оригинальную штуку. Смотрите. Тут колечки, ты видишь? Колечки таким, с зубрудником синеньким внутри. Синеньким. Да, колечки синенькие. У меня есть чокер. Эти штуки помогают дышать под водой и разговаривать. Да-да-да. В них вложена магия. Алхимия. И немножко наркотиков. С этим я еще не имела дело. В отличие от Амэй. В общем, я вам выдам эти штучки. И, собственно, я хочу, чтобы вы погрузились. Они действительно работают? Конечно работают. Я испытывал он на кошках. Погрузились на дно. Собрали сокровища. У меня есть лодка. Я специально зачаровал к этой лодке сеть. Она не порвется, в случае, если будет, ну, знаете, большое количество сокровищ. Вы ее проверяли? Конечно, на кошках. Ну, в любом случае, вам нужно погрузиться, закинуть сокровища в сеть и привезти их, собственно говоря, мне. Звучит не очень убедительно. Ну, я думаю, у нас все согласятся. Ну, вот, да. Я уже рассчитывал, что дебил. В смысле, что согласитесь. Берешься дел? Несомненно, а когда нужно начинать? Ну, чем скорее, тем лучше. Наших общих интересов, потому что кто-нибудь может другой заправиться с сокровищами. Я так уже три дня жду. Ага. 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 Ну, я встречусь сегодня со своими товарищами. Поторопитесь, поторопитесь. И мы придем за вами сюда, как только решимся. Если вы не явитесь в течение, ну, восьми часов, я подам на выявление. Восьми часов, хорошо. Шести часов. Восьми часов. Семи. Восьми. Дамочка, я вам плачу вообще-то. Семь часов. Через семь часов я возьму. Семь пятьдесят. Ну, сучка, хорошо. Так. А что нам за это будет? Ну, скажем так. В зависимости от того количества сокровищ, которые мы с вами найдем, я вам отстегну. Восемь. Ну, я просто бывалый. А будете, Тимур, ты и восемь. Сколько, сколько? Ну, допустим, 75, мне двадцать два. Что? За опасное погружение? Вообще-то эти сокровищ выходят для конца жизни. Это опасно. Вообще-то. А мне еще жить и жить. Вы согласен, что здесь или нет? То есть, вы не уверены в своих кольцах? В смысле, я не уверен в своих кольцах? Ладно, я не уверена в ваших кольцах. А я уверен в моих кольцах. А вы будете погружаться? Я старый человек, куда мне погружаться? Где гарантия? Такие гарантии. Что вы... Ты берешься на них или нет, блин? Ну, блин. Давай тридцать процентов. Это пять грамм! Сорок пять. Только что тридцать было. Это хор мальчиков. Вам послышалось. Двадцать восемь. Не больше. Двадцать восемь. Сорок. Уходи. Ну, давай сорок. Уходи. Ну, может быть, сорок? Уходи. Ну, тридцать девять. Уходи. Ну, покуда им не идти? Здесь очень плохо. Мне же цель. Тридцать. Все, моя крайняя цена. Тридцать пять. Тридцать пять? Тридцать пять. Тридцать пять? Ты говорила мне, жена моя, с Дженазей не связывайся. А я гулял по этим Дженазе. Знаешь, сколько я вас перевидал, говорит, Дженазе? Свою молодость. Хм. Тридцать. Давай, тридцать пять, и я тебе дам потрясающую карточку с лицом палатина. Единственное в своем роде. Светящийся палатин раз в тысячелетие рождается божественный ребенок, и это он. Урод-то какой. Тридцать. Ну, зато божественный. Тридцать. Тридцать пять. Тридцать. Тридцать четыре. Тридцать. Тридцать три. Тридцать. Ну, тридцать. Тридцать. Тридцать два с половиной. Тридцать. Тридцать два с половиной. Тридцать. И кольца вам отдам. Что дашь? Кольца отдам. Окей, согласна. Все, уходи. Я жду вас через... 6 часов 59 минут... 53... 7 часов? Уходи! Я ухожу. Да, отправишься. Я отправляюсь в храм Иль Матера. Он же ближе... Ближе всего. Ну, пойду собирать пати. Хор, мальчик. Хор мужиком. Это мужик. О, да. Так, ну, давайте до справедливости. Паладин. Какие-нибудь там обходными путями спрашиваю, каких-нибудь пацанов местных... Я хотел, наверное, на орке. А, хорошо, на орке, без проблем. Тогда сними себе... Подожди, я его хочу спросить, его там насильно держат? Хорошо, давай ты ловишь повозку с орком. Чуть-чуть посадил одного мужичка. Такой едешь. Услуга Рикша! Рикша услуга! Кому надо? Кому не надо? Рикша? Э? Тебя тут... сильно держат? Че? Какая дурация, что ли? Вы пекались? Ну, вы просто... Вы тут людей возите? И че? Да сколько я зарабатываю, а? Ты добровольно там? Сколько? Ну, много. Ну... У меня за день всяко бывает. Я знаешь... Я тебе скажу, что это... Нормально. Он такой благолай, такой... Ч-ч-ч-чет, ребят. Эээ... Я вот... За день... В верхнем городе могу заработать столько, что я потом могу пару недель просто бухать. Ладно, вези меня. Ура! В храм Темпуса. Оооо, отец золотой выйдет. На, золотой. Отлично. Видишь, уже могу три дня бухать. Зовешься об этой самой полоской. И он довольно шустро разгоняется по полу. Разбивается ногами в землю, уложенную ровно в гальку. Пы! В половину. И он, да, мчится вперед к храму Темпуса. Буквально за двадцать минут вы добегаетесь до храма Темпуса. Он тебя везет там огородами, там через балконы. Он дожигает пенец. Он прям на орке едет? Не, он уже в телеге задает. А, это орке? Вот. И ты доезжаешь, он довозит тебя до храма. Ты видишь, что храм, он находится в чертогах за воротами, поэтому он вывозит тебя за ворота. Собственно, говорит, о, туда! И ты спускаешься, и ты проходишь несколько районов, и видишь, перед собой стоит здание. Причем оно само по себе не самое большое здание. То есть там буквально два этажа, если не считать какую-нибудь крышу, которая по типу чердака, наверное, используется. Сверху присобачен огромный символ Темпуса. Я уж, прости, не знаю, как он выглядит. Меч, щит, на щите меч-плач. Ну, вот он и изображен. Собственно говоря, само здание выглядит уже немножко обвешално, потому что, очевидно, за ним следят, но не так усердно, потому как это внешний город, здесь, в принципе, сложно следить за зданием, за их ворядком. Но храмовники, как могут, следят за зданием. Ты видишь большую входную дверь парадную, которая отсюда открыта, очевидно. Ты, например, заходишь внутрь. Он выглядит как большинство храмов Темпуса или, ну, то есть, обычно храмовые темпусы, где, примерно, как форты такие военные? Нет, нет, этот храм, видимо, Темпус, в принципе, в этом городе не будет популярно использоваться. Он выглядит, как, скорее, небольшая церквушка, назовем это так. Да, видимо, основной храм Темпуса находится не здесь. Я хочу где-нибудь по соседству, скорее всего, в какой-нибудь магазинчик небольшой зайти, купить меч. Обычный, самый обычный меч, там, не знаю, маленький. И, ну, как подношение оттуда внести. Ну, и ты находишь денег неподалеку, допустим, и стоит кузница. Ну, не понимаю, ты, как ты покупаешь меч, допустим, не хочешь, в какой-нибудь там встречаешь какого-нибудь небольшого гнома, который в ней стоит, кует местным крестьянам. Грабли, лопаты. И у него, как раз, есть несколько вещей для самообороны. Касса Ахай, помните, покупал пражу. Недалеко как раз стоит этот ларек, где праж продаются. И такие мечи, и кинжалы чисто для самообороны места, чтобы там от волков отбиваться и прочее. Сколько? Ну, он у тебя забирает, там, сколько они, три серебряных. За три серебряных покупаешь, что такое? Обычный совершенно меч. Да. Небольшой. Ну, и вхожу в храм, рассматриваюсь. Открываю, заходишь в открытую дверь храма, ты видишь перед собой, ну, относительно небольшое здание, ну, помещение, понятно, внутренняя система по себе, оно небольшое. Стоит несколько скамей для прислужников, их всего там четыре-пять штук, потому что очевидно, что храм не пользуется большой популярностью все-таки здесь. И ты видишь, стоит огромный педестал, ну, как огромный, большая статуя Эмпуса стоит, в самом дальнем краю помещения зала. Там цветные стекла за ним, из которых солнечный цвет пробивается на статуи, она выглядит в этом полумраке, потому что здесь свечи на стенах. Кстати, свечения, кроме свечей, особо нет, только есть вот это вот стекло на дальней стене и, собственно говоря, эти свечи. И в этом полумраке, в свете свечей и в освещении из цветных окон эта статуя Эмпуса выглядит, ну, брутально страшновато, честно говоря. Перед ней стоит такой обык педестала, рядом с которым стоит один прислужник, очевидно, он в красной робе, на сцене он на робе как раз символ Эмпуса нарисован. И он стоит, склонившись, лысый такой мужичок, сильный клеток, стоит склонившись возле педестала. Ну, я молча подхожу рядом с этой... Как это было? Рядом... Темпус. Темпус, да. Да. Я подхожу рядом со статуей Эмпуса, ставлю меч. Вот это вот как подношение. Ну и... Прости, прости, пожалуйста. Что-то весело темпушек пошел. Там маленький соседский мальчик, который... Да, ты кладешь меч, да, на это перестал? Да, кладу меч, ну, просто как подношение, и сажусь на колени, и начинаю молиться Темпусу о удачах в боях и так далее. После того, как возношу молитвы, ну, стандартные какие-то, я не думаю, что Темпус обычно отвечает кому-то. По боку вообще. И... После того, как вознес молитвы, я, наверное, хочу найти самого главного в этой церкви. Ну, ты стоишь, давай так, ты стоишь себя на колено, начинаешь произносить молитву. С тобой стоит храмовник, он тоже не обращает на тебя внимание тоже про себя произносить молитвы. И когда ты заканчиваешь, обращаешься, говорят, к нему, потому что он неистик, у кого здесь есть в зале. Так? Ну, давай. Добрый день, не жалейте. Прошу прощения, что я привлекаю тебя в улыбневную молитву. Слушаю тебя. А кто здесь главный? Я присматриваю за этим храмом в уле Темпуса. Хорошо. А почему храм Темпуса так мало в этих летах? К великому и моему сожалению, в этом городе не особо читают нашего бога. Тут разве нет воинов? Безусловно, есть. Но большинство воинов, что есть в этом городе, они все приезжие. И они поклоняются... И они поклоняются... Они поклоняются... Нет, безусловно, есть те, кто приходят к нам, кто посещают наши молитвы, молебни. И кто приносит нам, как ты, по даянии какие-то жертвы. Но... Ну, не то, чтобы в бедствии. Ну, как видишь, большой храм отстроить мне тоже можно. Ну, тогда, наверное, я возьму у себя эту роль. И достаю кошель из 300... 300 серебр. Удаю ему. Он берет весь этот кошель из луки. Весьма щедрое пожертвование, мой друг. Темпус... Ответит тебе благодарность, безусловно. И... Наверное, я хотел задать один вопрос. Есть ли у вас тут библиотека? Наверное, какие-то хроники военные с книгами Великой Войны. Просто... Не знаю, как тебе об этом рассказать. Я... Повстречал детали одного меча. И мне сказали, что его владел Великий Воин. Мне интересно узнать, кто он. Ммм... Я... Позволь посмотреть. Я из рюкзака достаю огромную рукоятку. Он там с тяжести в руках уберет их. Ммм... Какая интересная работа. Пойдем посмотрим. Он отдает тебе обратно. А... Он ведет тебя в комнату, которая находится по правую сторону от... Огромного... От статуи Темпуса. Открывает я ключом. Она открывается. Заходишь и видишь, здесь... Небольшая комната, комнатушка буквально, ну... Наверное, размером с эту. Здесь все уставлено шкафами, каким-то столами. Они тоже забиты полностью книгами, свитками и прочим... Ставом таким подобным. Там стоит письменный стол, где, очевидно, он переписывает книги. И на нем как раз разложены какие-то пергаменты. Нисколько книг открытых валяется. Запыленные книги рядом свитки валяются. Он подходит поднимый с шкафом, начинает что-то копаться. Встает такой огромный... Огромную книженцию. Скоро на стол. Там пыль поднимается со всех сторон. Открывает и начинает листать. А где ты взял эту интересную вещь? Мне ее подарил мой друг. Ммм... Интересно. Интересно у тебя, друзья. Довольно... Сколько я понимаю, довольно старый и древний артефакт. Должно быть твоего друга большое влияние или большие деньги? Да, наверное. А, вот она. Да, насколько я могу судить, этот меч называется Истребитель Дракона. И по легенде... По легенде этот меч распался во время битвы с каким-то древним злым драконом. К сожалению, здесь не указано его имя. Этот меч был разрушен. Герой пал. Имя этого героя ушло в легенды. И с тех пор его переписывали сотни раз. Посему имя затерялось. Но? Но меч обалдал великой силой. Я не знаю. То есть им убивали драконов? Хорошо, спасибо. Не за что. Надеюсь... Войны, которые заходят к вам в храм, будут приносить немного больше пользы. Обезошло. Разворачивайся, пожалуйста. Ну... Собственно, продолжает возвращаться к своими молитвами. Куда ты направляешься? Ну, я хотел вернуться обратно в Курпурный Дракон. Хорошо. Это тоже займет время, поэтому... Вы вдвоем таки добираетесь до храма Теннуса. Вы говорите, что... Эль Матерра? Э, простите. Эль Матерра. Храм выглядит хорошо. Эль Матерра здесь... Эль Матерра не самый почитаемый бог, в принципе. О, да. Да, но... И к нему обычно не отстраивают какие-то шикарные, огромные храмы. Они обычно выглядят, как обычные какие-то... Ну, не беседки, но, по крайней мере, небольшие поклонительные места, скажем так. Потому что Эль Матерр, в принципе, не признает никаких больших храмов, пожертвов и все такое. Но здесь люди, видимо, для того, чтобы храм совпадал с общим обликом города, отстроили его практически как во внутреннем... Как в верхнем городе. Вторую хирату. Символ Эль Матерра разместили прямо на одном из этажей, размером с весь этаж. Вот, и, собственно говоря, ты видишь, что трехэтажное огромное здание, которое выглядит по сравнению с окружающими его домами, выглядит внушительно. Иногда тебя это очень удивляет, потому что ты никогда, в принципе, не видел такие здоровые храмы. Да, и ты видишь, что здесь в сам храм люди входят редко. Там больные, какие-то старички и все такое. Они с внешнего города приходят, с нижнего города все заходят. С верхнего города здесь действительно появляется. Они лечатся своими какими-то травами. И, собственно говоря, ты видишь несколько послужников, которые занимаются сейчас прополкой небольшого огорода, который находится на территории храма. И большая-большая дубовая дверь двустворчатая, которая сейчас распахнута на все 180 градусов. Ага. Широ. Да. Ты видишь в этот момент, что... Ну, я просто попав... Ну, это, по-моему, попали во двор уже. Ну, да. Через это такая оградка. Там послушники что-то работают. Там оградка рядом с оградкой в огороде. Ты видишь и ощущаешь, что... Ну, обычно, как бы я держусь довольно скромно, так достаточно сутулюсь. Вот. Но тут я, попав, видимо, в свою стихию, просто, ну, как распрямился, как будто у меня частично даже свет исходит, как от паладина. То есть я, ну, просто в своем доме, что называется, то есть тебя даже начинают охватывать такое ощущение спокойствия, такой доброты, как будто ты вернулся домой, просто буквально, даже не смотря на следу включения, которые тебя до этого ждали. Игорь, да, богатенько все выглядит. А твой бог любит богатство? Или чтобы его почитали такими огромными храмами? Признаться, я сам удивлен, друг мой. Как правило, храмы Емель Матера довольно скромны, но я думаю, настоятель, если, конечно, не дойдет до нас, занятый, может, что он дел в таком большом городе, может быть, расскажет, как здесь так получилось. Веди меня, я боюсь потеряться здесь. Да и, в принципе, здесь очень красиво, и правда, очень мирная обстановка царит здесь. Не то, что на улицах. Я так частично как про себя и сам себе приношу. Когда-нибудь я вернусь домой, ловаюсь своим мыслям, показываю тебя молча на двери, вот эти вот распахнуты. Вы заходите внутрь, и перед вами предстает такой просторный-просторный зал с большими колоннами, которые поддерживают... Ну, там даже не второй этаж, второй этажа тупо нет, он как бы есть, но его нет. Там просто большое, пустое пространство, которое на потолке, у которого изображена большая фреска с изображением Елематера. Какие-то там нарисованы его деяния, какие-то боги. В общем, огромная фреска с изображением разных каких-то происшествий, где кто-то кого-то лечит, кто-то кого-то там стреляет, поднимает с земли. В общем, большая картина. Эти колонны поддерживают потолок, там вы видите, что сам зал имеет несколько выходов, видимо, они ведутся в остальные части храма, но перед вами стоит огромный зал, красный ковер в виде ленточки, которая привязывает руки Елематера, простелен через всю территорию площадь этого зала, до самого пьедестала Елематера. Делают такие руки, они поддерживают чашу с водой. На заднем плане виднеется... Я выправляю свой символ. В данном плане виднеется несколько тоже стоящих пьедесталов с факелами, зажженными сейчас. Куча скамейек, где-то с каждой стороны по 9 штук примерно, стоит длинной скамейки, чтобы люди посещали. Там все несколько послушников, все несколько людей, которые пришли, видимо, сюда молиться, они все занимаются своими молебнями. И вы видите, что возле этого пьедестала с руками и тарелкой с водой стоит старый дедуля с такими бровями кустистыми, из бородка такой длинный, седой. А сам все лысенький, на него накинут капюшонечку, он стоит, что-то там... Что-то там ковыряется. Я подхожу, ну, показываю шире, чтобы он двигался следом за мной, подхожу, ну, поближе к нему, и начинаю говорить. Эль Матер учит, помогая страждущим, независимо от того, кто они. Так случилось, что скромный служитель Десмонд из монастыря Шиповника сегодня привел одного страждущего в это место. Я распахивал руки для объятия. Приветствую тебя, брат. Проходи, конечно, он тебя тоже приобнимает. Мы всем здесь рады. С какими новостями, с чем пожаловали? Я назвал свое имя настоятель, как я полагаю. Все верно, настоятель Фраур. Как? Фраур. Фраур. Разнакомство, брат. Дело в том, что я преследовал лишь цели выполнять наши догмы, но не могло ли случиться так, что я накликал на ваш храм беду. А что же случилось? Вот человек был преследуемым неизвестными злодеями. Я помог ему, ибо Эль Матой учат помогать страждущему. Почему? Он ранен. Я применил свое искусство исцеления, как мог, но думаю, что полностью излечить его рану будет возможно лишь в храме. Но беда в том, что, судя по всему, мой нечаянный спутник перешел дорогу тем людям, которые, как гласит Малла, правят здесь в ночи. А, подожди. А, Джонни! Подбегает такой малый послушник в таких тряп-тряп-тряпьях. Позаботься о нашем брате. Он берет тебя за руку и берет себя за мной. Я, когда он берет меня за руку и я так отдергиваю, я пойду сам. Хорошо, не волнуйся, но не нужно, если я не разрешил тебя меня пробовать, не нужно этого сделать. И я иду дальше за ним. Ты какая? Не, я говорю вслед Джонни, говорю, прости его, брат, он многое пережил, возможно, может быть, излишний резок. Да и меча. Ты не такого дерьма взял. Город большой. Идет из храма и ты за ним. В этот момент поворачься к тебе, священник. Он перешел дорогу к синдикату. Ты прав. И я сразу скажу тебе, брат права, если мы можем как-то, как я уже сказал, с моим нечаянным спутником накликать беду на ваш храм, только скажи, и мы сразу же покинем ваши стены. Я думаю, нам ничего не грозит. Во всяком случае, синдикат не связывается с церквями. Поэтому ни одна церковь еще за всю историю здесь не пострадал. Ну, это не может не радовать, но, тем не менее, я печален все же тем, что я путешествую здесь не один. И, возможно, мои друзья теперь тоже в опасности. Возможно. Как ты понимаешь, я не мог пройти мимо. Что бы ты мог рассказать про синдикат, брат? Мы стараемся избегать разговоров об этом сообществе. Они к нам не лезут, мы к ним не лезем. Никто никого не трогает. Так сложилось, что, как ты видишь, я стал странствующим жильцом, но стал им отчасти не по-своему. Я выполняю обещания, данные моему наставнику, который уже отправился кильмотеру. и пути привели нас в обратно Балдура. Я постарался помочь человеку, который нуждался в помощи. И вот, что вышло. Ну, если ты не в силах дать совет, я благодарю тебя за помощь этому человеку. И будет ли мне позволено присутствовать на молитве? Безусловно, конечно, как и могут открыть. Я должен спросить, может быть, требуется какая-то моя помощь? Да нет, нас послушники справляются. Отдыхай, брат, наделали легкий путь. Не могу не спросить, брат, а чему обязан ваш храм такой роскоши? Может быть, прости мне мое невежество, если я сказал лишнего, но дело в том, что я, как уже говорил из монастыря Шиповник, это крохотный монастырь, затерянный в лесах между городами, поэтому я просто не привык к таким огромным городам, как брата Балдуров, и к таким огромным храмам. Этот храм просто отстроен был очень давно. В свое время, когда Балдур еще не был Балдуром, он был туманной западью. В это время здесь даже храмов-то не было. И потом, когда Балдурин прибыл, я отстроил здесь стены и начал город развиваться, с него стали прибывать всякие торговцы. В то время начал строиться и наш храм, и чтобы он выглядел убедительнее остальных, его решили отстроить именно в таком виде. Не скажу, что я этого поддерживаю, но как бы сопротивляться тому не что. Ну что ж, такие щедрость стоит только принимать с благодарностью. Согласен. Много ли нищих, больных обращаются в храм за помощь? Город большой, поэтому всего хватает. Работы у нас много, есть кого лечить, есть кого выхаживать. Но не скажу, что мы не успеваем. Я думаю, что это пожертвование, которое я принес из своих путешествий, как-то скрасить жизнь, бедняк. Отдаю ему большую жемчужину. Благодарен тебе, брат, благодарен, ты весьма дорогая. Я не мог прийти с пустыми руками, брат, ты же это понимаешь. Благодарю тебя. И я благодарю тебя. Ну, не смею больше тебя отвлекать. Странно еще один этаж. Если что-то будет нужно, должен обращайся. Я думаю, что я подожду своего спутника и, наверное, мы покинем вас. Потому что если я буду подумать, что делать дальше. Я планируюсь к настоятелю, ухожу на валочку и начинаю просто... Ну, просто сажусь, начинаю молиться. Никаких особых молитий я не вознашу. Просто прошу направить меня на верное решение, указательный путь и так далее. Просто сижу закрыл глаза. Джонни тебя выводят из храма. Вы проходите с ним по огороду, находите до небольшой кельи. Там буквально такая 2 на 2 метра келья стоит, в которой стоит, тоже примерно похоже на перестал, который был в большом храме, но чуть поменьше, тоже с такой чашей. А он подходит к этому пересталу, берет половник такой деревянный, сгребает воды. Пей! Я так презрительно смотрю и говорю, пись так пись! И выпиваю. Ты выпиваешь, и ты чувствуешь, как твое тело прям вырабливается, выпрямляется, буквально все кости начинают затягиваться, затягиваться, затягиваться. И в итоге через несколько секунд у тебя твое тело полностью восстанавливается. Окей. Я говорю, что это? Это сила Гиммадера. Ладно, хорошо. Я тебе что-то за это должен? Нет. Я протягиваю руку в кошель, ну вот здесь. На, золотой. Нам запрещают брать деньги. Ну, не хочешь, так хочешь. Я только недавно вступила, что мне запрещают брать деньги. Пойди. Я, знаешь, так тряплю его по голове и говорю, пока. Пока. И максимально быстро пытаюсь найти своего нового товарища, потому что очень страшно, большое пространство, непонятно кто. Я выпил воды, исцелился в мгновение. Страшно. Ну, а ты, собственно, хочешь вот там уже в церкви. Я сижу. Он сидит, да. Он помаливается. Его по плечу. А ты уже вернулся? Да. Я выпил какой-то странной воды. Мое тело излечилось. Я бы хотел как-то отблагодарить. Куда можно денег дать, там, не знаю. Служители Эль Матера, друг мой, чтобы тебе было известно, не берут деньги на собственные нужды. Ну, если только их нуждание стало совсем крайнее. Ну, я ценю твой порыв. Если ты хочешь, можешь обратиться к настоятелю. Что я показываю на Фраура. Вот. Можешь дать ту сумму, которую ты посчитаешь потребной на помощь нищим, больным, которые обращаются за ней в храм. Хорошо. Я тихо подхожу, знаешь, так со спины, чтобы мои шаги были максимально не слышны. К настоятелю, знаешь, так протягивая голову. Настоятелю. Что ты делаешь? Я так застаю две золотые, говорю. Это на храм, на что хотите. Спасибо. Здравствуйте. Я в это время встаю со скамьи, подхожу тоже к нему. Главное, я так на переставленном с этими подношениями. Широ, полагаю, нам следует мне злоупотреблять бестеприимством моих братьев и подумать, что делать дальше, а я поворачиваю их в Фрауру. Могу ли я спросить благословения на прощение, брат? Да, конечно. Будь мой труден. Я наклоняю голову. Он достает такую тряпочку белого цвета, макает его в этот тазик с водой. Благодарю тебя. Я тебя благословляю. Я себя благословляю. Спасибо. Эльмантев с тобой. Эльмантев с тобой. Эльмантев с тобой, брат. И я прихватываю Шуру под локоток и мы выходим на славу. Прости. Я забыл, что тебе не вполне приятно прикосновения, но я постараюсь. Когда мы идем, я так понимаю, ну мы выходим, идем, я спрашиваю, Дэзмунд, а куда лежит сейчас наш путь? Наш, извини, что уже приписал себя к тебе, но нас объединяет небольшая беда. Если тебе угодно, я могу скрыться и больше не возвращаться. Я так, ну как, до этого я разговаривал немного расслабленно, но ты слышишь, что такое? Да Саша, что это за мной? Что тебя плючит? Я не могу понять, не могу. Нет, у меня просто прохладно, у меня ноги замерзли. Я так... Ну понятно. Это выглядело, знаете, как устроен. Демоны из гоня. Кроме-мак когда сходил. Ну да, я до этого говорил довольно расслаблен. Вот сейчас ты слышишь моего голоса, ну такие более как повелительные анутки. Я, может быть, сейчас сделаю огромную глупость, но воля Эль Матара есть воля Эль Матара. И если я встретил тебя на своем пути, когда ты толкнул меня в твоей оживленной толпе, это не случайно вдруг. Я не ведаю о том, кому ты перешел дорогу. Вернее, ну, согласно рассказам некоторых своих друзей, я имею об этом представление, но боюсь по страху, который я вижу в твоих глазах, это представление не совсем полное. Но я могу тебе пообещать одно. Если ты расскажешь подробности, что все-таки произошло и кому-то перешел дорогу, у меня здесь есть друзья и мы можем подумать, что с этим сделать. Потому что не в моих правилах оставлять того, кто нуждается в помощи. Хорошо, кстати, вот насчет страха в глазах. Почему ты не видел мои глаза в темном перилке? Потому что у меня, в принципе, радужка глаза, она черная. И, ну, в принципе, у меня глаза выглядят абсолютно это черные глаза. Ну, видишь, я и не вижу твои глаза под капюшоном. Это было поэтическое сравнение. Я не имел в виду, что я вижу твои глаза. Я говорю, хорошо, я поведаю тебе свою историю, но при твоих друзьях, дабы не распространяться много раз и чтобы при рассказе ты не переврал мою историю. Я не думаю, что тебе стоит опасаться меня, простого торговца. Ну, в этом просто нет смысла. А рассказать всем все и сразу было бы рациональнее, друг мой? Разумно, друг мой. Я полагаю, что, может быть, мы тогда наведаемся в таверну Пурпурной Дракону, да? Я знаю эту таверну. Наведомо в таверну Пурпурной Дракону, где остановились мои друзья. Я знаю эту таверну? То есть, допустим, примерно знаешь. Она находится в верхнем городе. Так, нам посчастливилось остановиться там. Если ты предпочитаешь рассказать свою историю при моих друзьях, я не буду препятствовать. Но должен тебя предупредить Широм. Мы не держим секретов друг от друга в нашем небольшом отряде. Я имею в виду моих друзей. Поэтому, если ты хочешь, чтобы мы, возможно, тебе помогли, тебе следует рассказать все без утайки. Хорошо. Я, как торговец, как тот, кто владеет величественным анаторским искусством, не совру тебя. Это мое слово тебе, как торговца. Я принимаю твое слово Широм. Идем же. Меня следует заставлять. И вы отправляетесь в сторону таверны. И в этот момент вы видите из-за угла, расталкивая народ. Убегает Акань. Десманк. Ой. Кажется... Кажется, мои друзья не любят ждать. Я Машу Акань приветствую. Простя, присоединиться к нам. Я побегаю. У эти девчонки горят волосы. У меня еще серая кожа. А у нее еще и серая кожа. Признаюсь честно, мне тоже сперва это показалось удивительным, но потом я понял, что удивительного в нашем мире довольно много. Акань, Широм. Здравствуйте, Леди. Ты подцепил друга? Акань, так случилось, что этому достойному торговцу, каким он порекомендовался, когда мы познакомились, потребовалась помощь. Его преследовали злодеи. И, к своему величайшему сожалению, я должен признать, что эти неизвестные негодяи, которые преследовали его с неизвестной целью, как раз из той организации, которую нам не велели избегать в этом году. Значит, ему еще нужна помощь? Я полагаю, что да. И я отвел его в Фрамиль Матера, где были исцелены его раны. Но мне бы не хотелось подвергать опасности своих братьев, мало ли на что способны эти злодеи. Но мне также не хотелось бы подвергать опасности и вас. Однако я решил, что раз уж я начал помогать человеку, то не следует бросать дело на полпути. И я в этот момент снимаю капюшон, снимаю маску. Насколько это возможно, чтобы она висела вот так? Ну, то есть повязка, да? Вы видите лицо, в принципе, глаза. Как я описал, черные растерпанные волосы. И я говорю, если ты говоришь, что в вашей команде не принято таить что-либо, то я не вижу смысла таить свою внешность. Вы видите лицо с шрамом, идущим через глаз. Достаточно много мелких ссадин. И кожа такого светлого тона. Причем, скорее всего, вам кажется, что она не очень естественно светлого тона. Даже она тоже не естественно светлого тона. Старайся не трясти стол, потому что... Я тоже бледноватый немного. Ну, на суть, на суть. У меня всего-то серая кожа. Но это человеческое лицо. Просто обычный человек. Я эльф, не полуэльф, не полуэльф, не полуэльф, не полуэльф. Я доверяю тебе полностью. Можем ли мы доверять? А кай, ты, я думаю, привыкла наше странство, что я не проходу мимо тех, кто нуждается в помощь. Конечно, ты не изменяешь себе. Поэтому, я думаю, следует выслушать человека, чтобы подумать, чем мы можем. Ему помочь. Да. И некуда было бы встретиться с нашим паладином. Он, кстати, собирался в таверну. Ну, я думаю, ровно на его. Тебя неуёмную тягу к жизни уже опустошают кружку за кружкой. Поэтому, если мы поспешим, то... Застанем его отрезом. То есть, риск успеть широта голой ему? Да, я бы что-нибудь съел с удовольствием. Ну, в таком случае, не следует медлить. Отправляемся в таверну. А как ты себя чувствуешь после исцеления, друг мой? Может быть, следует нанять рикшу? Мне не особенно это нравится, но... Вроде как они довольны своей судьбой. Я чувствую себя прекрасно. Я бы с большим удовольствием прогулялся по городу. Но думаю, что это будет немного нецелесообразно. Если мы столкнулись с теми, кого видели, то лучше все-таки поехать на рикшу. Да. Ты прав, пожалуй. Так мы и поступим. Акай, у тебя найдется пара золотых в кармане? Я, к сожалению, не отправлюсь. Да, конечно. На всех без монету. Конечно. Не волнуйтесь, я заплачу. Благодарю тебя, друг мой. Ты щедра. Трикшу. Трикшу дриптуют возле вас. Дрехместная коляска. Горщик, не вера, а? За рулем стоит гном. Твардат такой. С мощными ногами такой. Давай! Быстрееееей! Сколько это таверная? Труктурный дракон. Труктурный дракон. По трафику поедем. Если пробки ставим, то придется отсчитывать подсчетчик. Сколько? Сколько? Давай, быстрее говори. У нас не так много времени. Собака. Ладно, стрих пять. Хорошо. Держи пять и поехали. Отлично! Садимся! Быстреееееее! Садимся! 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 В это время ты все-таки добираешься за таверну наконец-таки. Я когда вхожу в таверну, я хочу подойти к бармену. И подхожу я к бармену. За барной стойкой стоите. Ну там есть? Светловолосый эльф. Ну там есть быч. Да. Антон. Светловолосый эльф. Антон. Светловолосый эльф. Антон. Да. Мы тут у вас вставали. Давай Антонелл что-то называем. Антонелл. Антонелл. Это я. Антон. Антон. Интересная женщина ваша хозяинка. Весьма. А какое вино наше почитает? Красная фондолинская. Дай мне бутылочку красного фондолинска. Что? 56 золотых. Сколько? 56 золотых. Ладно, хорошо. 56 золотых. Так 56 золотых. Общий как бы банк. А, да. Мы едем в коляске, и у нас ощущаем смутное беспокойство, мы не можем просто понять, откуда оно происходит. Акай, ты тоже это чувствуешь? Как-то мне стало не по себе. Я чувствую, как-то шарховато, что-то. Да, пожалуй, по году сегодня будет. Мне кажется, нужно ехать быстрее. Алифридыч мне обязательно обсуждали, как бы нам деньги сэкономили, чтобы прожить нормально. Да, 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 да. Ты же золотых на менюшку, да? Ну, фандалин это прям крупно. Ну, как бы да. Ну, в общем это самое. Он, секунду, подкрывает пол и пускай. Интересная секунда. Давай. Да, она такая покрытая пылью, паутиной. Лучше фандалинское красное вино. Шатое де фандалин. Шатое де фандалин. А где я могу увидеть хозяйку? Да, да, да. Будет ведь, чувак. Да, поставь обратно, видишь, что мне дашь. Еще что-нибудь? Нет, все. А, дай пожрать себе пиво. На какую сумму вы рассчитываете? Давай на две золотых. Ну, вот это купила. Ничего себе. Ну, ладно, ладно, с хлебом. Давай. Давай на четыре, хорошо. Карлёшка, по-моему, не входила в эту... Ну, она тебе преподносит все это дело. Ты сидишь за стол, да, и через ждешь. Да. Спустя какое-то время. Ваш двор тормозит вас бьем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А я в тот момент, когда... Я пропускаю всех вперед, в тот момент, когда выхожу, А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а я ножом, буквально, оставляю метку в... под дереву. А-а-а-а... просто плюсика и выхожу дальше. Ага. Давай ловкость руку прокинем, чтобы поймете, незаметными... Или спритность лучше. А-а- speech? Заметил Эдвар в под Твоей деянии. Шестнадцать. Нормально. Ты уладишь, буквально, не за себе, не для кого, просто хой, поставил трест и из пола. заходите сегодня не так людно уже обеденное время угостишь ли нас едой у тебя так наша казна пара месяцев всего а кай мы не планировали поселиться я недавно пересчитал 240 золотых осталось ничего не считать я верю благоразумие поэтому мы верим не будем его доставать да я отодвигаюсь и просаживаюсь познакомитесь сами или вас представить наш друг я встаю протерирую здравствуй прости не жму руки я сажусь я предположим что это было в тот момент когда я еще стоял я ему просто кланяюсь я просто удивился прошло прошло с тех пор как я ушла от ты видишь когда я вставал видишь метр 90 достаточно мускулистый человек просто человек у него немного неестественного цвета волосы они больше не он не блондин волосы чуть-чуть напоминают это солнечный свет вот и слабое сияние происходит от приятный аромат подкачивать поэтому закачиваем приятного аромата нету я наградил я награды гонят я вижу сегодня за стойкой антонел я думаю что все волны да паладин сейчас не напиваемся одной кружечке предостаточно сегодня прекрати называть в этом городе меня паладин прости меня по старой доброй привычке я услышал ну должно быть я сегодня столом а вот теперь нам точно нужен обед сколько будет стоить обед на на троих но буквально появляется у тебя за спиной буквально на троих ну я думаю нашему спутнику не я обойдусь хлебом и я даю 10 серебряных 10 100 серебряных чтобы избавиться от гремящих монет если не захочешь есть могут рукой то будет поесть потом не буду отказываться от столь щедро предложения в таком случае и чем попить через какое-то время оно приносит ваш заказ еще чего нибудь пока нет спасибо вы невероятно быстрый это будет практике работы я думаю сперва следует утолить голову а потом уже спрашивать тебя дела поэтому глазами показываю на виду и тут нам чего-то пики там есть приятно я пока я макай да какие новости повстречалась с этим ссылкам да конечно как и планировала повстречалась оказался такой хитренький старичок не уверена что ему можно доверять обещает нет если конечно хотя не видела фей приходилось не встречать фея я честно говоря не встречала фей мы хорошо поболтали в общем хитрый дедулька обещает 30 процентов от золота которую мы найдем от драгоценности найдем под водой предлагает нам погрузиться в воду у него есть несколько колец которые позволят дышать под водой и разговаривать под водой дедушка старенький хитренький так вот не факт что как бы их нужно сначала проверить не факт что не работают не только то сам изобрел вот он нам предлагает на 12 дня выплыть в море он знает о какое-то тайное местечко в которой который был пропадает корабли стоит откуда знает пропадают корабли пропадают корабли вы там не пропадем почему вот и узнаем приключения как видите я здесь они на корабле уже плыву своими сокровищами как бы своими в общем в течение пяти часов нужно ждать ответ плывем мы или не плывем в общем кольца в случае чего наши и 30 процентов от найденного каждому по 10 тогда убегать постой друг мой не знаю заметил ли ты была этой огромной кружкой но мы пришли втроем они вдвоем не это заметил но я думал что он не с вами так вышло что с нами я знаешь без слов просто лезу под плащ и достаю метку и тихо и кидаю на стол так чтобы мы сидим так ну чтобы ее не заметил никто если бы стал даже за нашими я видел эту метку а я нашел ее в своем кармане а я забрал как тебе нужно выкинуть как можно быстрее это не поможет в любом случае нужно выкинуть и так друзья мои так сложилось что держу путь храме мотера я увидел как трое преследует 1 им оказался ширан 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 я как вы знаете не могу пройти мимо я понимаю помощь я последовал за ним ну честно признаться даже сперва не думал что его преследует этому просто раненый чего-то спасается но наткнулся на его преследовать я видел по крайней мере 1 хотя мне казалось что кто-то еще был на той крыше и было четверо друг мы четверо 1 2 6 5 это значит мои глаза меня подводят не знаю почему вряд ли мне удалось запугать им своим небольшим трюком магическим но по крайней мере они почему-то отступили но когда я предложил шире который как мне назывался торговцам и который что-то с ними не поделил предложил направиться в храме мотера чтобы перевязать ему те ли его равны которые я не могу исцедить своим искусством я могу в кармане показываю глазами на стол вот это это нехороший знак момент его рассказа я использую божественное чувство я чувствую нежить ангель созданий ангельских созданий нежить исчадья большой пул и если и присутствует просто злое существо рядом ладно не злое просто нежить исчадья ну я понимаю я понимаю твои опасения вдруг мой после я хочу назвать имя алмазара но высекаюсь и перевозил другую тему у тебя нет никаких сюрпризов скажем так в плане в плане не атакуешь это на спину я простой торговец оружием дух мой при торговец оружия торговец оружием я видел торговца с оружием ну извини не все по вашим мыслям огромные мужики которые ходят с дубинами и бьют всех подряд да я хитрый торговец оружием который продает а я хитрых тоже видел но у них акцент у всех нет друг мой я не буду говорить вот так хотя фондолине я примерно так и разговариваю я использую я хочу я хочу я использую телепатию и лис к нему в голову что ты скрываешь я ничего не скрываю маленький мак хорошо маленькая девочка с красными волосами я не маленькая девочка хорошо прекрасная леди я говорю это вслух причем это кстати первый участник который своим голосом при телепатии он точно что-то скрывает его голос совершенно отличается я хочу использовать про проницательность когда он рассказывал про торговца вообще ну пожалуйста а ты можешь в таком случае использовать нету может верить мне или не верить я в принципе сажу вас проницательность 19 но здесь ты можешь в ответ кинуть либо обман либо убеждения что хочешь да нет пусть он может не верить или не верить я в принципе я хочу узнать правду ли он говорит или нет ну типа про его слова это же так работает и от кидаю проницательность и понимаю говорит ли он правду ли нет а ну хорошо ладно пускай но ты понимаешь что это не договорит торговец где твой товар вот поэтому-то меня и преследовали те люди я прибыл в балдур не так давно буквально пару дней назад и должен был забрать часть товара здесь в верхнем городе есть кузьмец который кует оружие я договорился с ним о поставках определенного оружия ну и въезжая в этот город я был нещадно обкраден и получилось так что как-то захотелось справедливости все таки я начал рыскать кто же это и когда узнал чуть больше чем скорее всего должен был в темном переулке меня прижали и сказали что если я не выплачу дань в размере тысячи золотых то меня убьют в свою очередь я пытался как-то убедить их в том что у меня просто нету таких золотых ну таких денег никогда не держал даже столько в руках но им было все равно я попытался скрыться но ничего не вышло меня преследовали и в принципе меня нашел безум неплохо звучит моя история шире твоя история в принципе кажется обычной ну невзирая что на завесу тайны которая окружает людей мы не так давно в этом городе но я смотрю человек бывало и повезло много может быть ты объяснишь чем грозит эта метка которая сейчас скажем так вечное преследование эти люди я не знаю кто они честно может быть это люди может быть это не люди может эльфы получив эту метку вы никогда не будете оставлены в покое пока ваше бренное тело не пойдет избавиться от нее но может быть так то можно честно я не знаю знаю лишь то что успел накопать информацию который успел разузнать также знаю что получив ее вы становитесь противниками этого дома клана синдиката в принципе это все я не знаю на что способна это это мани как монета выглядит да на что способна эта монета так что я когда он это рассказывал пока он это расскажет я пытаюсь понять если какое-то присутствие магии с активирую глаза и пытаюсь понять если какое-то присутствие магии на дезмонде может какая-то ответка или еще что-то типа этого да но ты видишь есть есть буквально как он написал что в кармане дошел да что монету ты видишь что на его кармане получается там где находится этот карман судя по всему что она под его одежда скорее всего там буквально расползлась как будто бы словно сменокова в него вцепилась щупальцами своими ногу магическая аура некая я могу понять могу ли я снять наложение в руку подоснять негативный эффект скорее всего я слушаю киваю на тебе метко я вижу своими глазами в районе левой ноги раз именно в том кармане и нашли я так решительно устряхиваю головой ну а раз ты видишь я полагаю от ее вещественного воплощения ничего не зависит с кем она прибудет но я сгребаю и кладусь ее в карман по крайней мере если что-то случится опасности будут подвергнуть лишь я нельзя так оставлять я не могу остаться просто газом ты спас меня и я перед тобой в долгу причем ты спас мне жизнь я обязан тебе тем что сейчас дышу я если позволишь буду путешествовать собой пытаться оберегать тебя или же не знаю как то долго я должен надать тебе долг я не знаю во что или в кого-то веришь продиктовано твоими жизненными догмами это неважно продолжай тут мы ну чтож я не вижу прямой опасности горящий лично тебе но по крайней мере я предполагаю что ты не откажешься возможно заработать пока мы находимся в этом городе мало ли что нужно честному торговцу нога и рассказывала про какое-то загадочное место которое мы можем успеть если постараемся награды как я полагаю будет щедро если мы дружим не помешают лишние руки если вы вернемся когда ты осматриваешь его и ты видишь что она действительно на нем есть она мне на широта же метка это у нашей команде есть двое помеченных это не опасные организации этого города нельзя так остались они не сражаются честно не сражаются до конца я так сказать вы зубы раз то затронул вопрос может быть ты объяснишь почему они но они как я но хотя я видел перед собой лишь одного испугались меня я не применял убийство ничего кроме грустненьких заговоров но они предпочли не увязываться с хлопку хотя разом было 5 уровня начисленное преимущество наш друг мой как бы тебе так объяснить эти люди не просто убийцы это лучше в своем деле если ты делешься против 1 то ты скорее всего убьешь его если это хилый слабый человек что умеет обращаться с оружием а почти не умеет но если приходит ценитель который способен на многое сражаться становится тяжелее если ты говоришь что ты запугал его каким-то своим трюхом то скорее всего не почувствовали опасность они не то чтобы испугались они скорее всего хотели перегруппироваться или что-нибудь похож на это плюс они оставили метку для них мы больше не опасны насколько я понимаю это загадочный дом синдикат или как-то его называешь но я думаю у вас есть тут он может сказать не соизмеримо больше я думаю вряд ли почтенный хозяин не станет воспринимать в доме когда на носу нашему нечаянном спутнике черная метка но спросить его советом я думаю будет разумно но думаю когда зайдем к нему после после того куда вводим дела с магом силов по поводу того что они не сражаются до конца кажется это очень острый слух можно одним словом данный затейка для меня это лишь говорит что это достаточно разумные воли потому что отступить вовремя и то есть ну чтож спасибо что никто даже не за почти просто ну чтож да не предполагаю что я меньшего боялся отчаянных воинов которые бросаются на встречу опасности но разумные хитрые противник склонны выжидать 13 меня беспокоит ну чтож пока как я уже сказал нет прямой опасности я думаю нам следует выполнить то что мы задумали а дальше уже возможно спрашивать совету уходим а не хотелось бы разобраться с этим я не хочу подвижать опасности вас кстати позвольте задать вопрос я услышал ваших разговорах имя силов или аксилов силов да извиняюсь мы недавно нашли сорвали объявление ты носишь объявление с собой прекрасно чтобы не упустить задание конечно же мы его сорвали дабы его не забрал никто другой и пропали на три дня между прочим силов очень беспокоился о том что никто не пришел за это время тогда я не вижу смысла прохлаждаться далее и все верно нас осталось буквально четыре часа чтобы дать ему ответ на это еще если не меньше на леди на либе знакомы от этим жене нет мне не знакомо это имя я мне просто было интересно кто ему еще далее ну как но я уже вкратце обмолвился это мак у которого судя по всему есть работа для отчаянных голов которые могут за ней прийти ну а кай как я понимаю уже поэтому можем попробовать делать это вместе и я поддерживаю тоже сели насытились мы можем отправляться вы стоите за стола и идете к выходу из таверны и в момент когда вы уже выходит из таверны вы лицом и лицом сталкиваетесь с тхалином дрова тхалином и его команды он такой пишет о о рон снова увидели здорово что ты не видел последние три дня здравствуй а это твоя команда ты нас не знакомил позвольте представиться королевский паладин тхалин нуэл я укладиться я на ям в общем вот такие дела спасибо ребят что были с нами сегодня вам нравится наше приключение грома аж рука вспотела это что-то дозначит обязательно следующем педоре нас ждет это понимаю морское путешествие путешествие по волна будем пиратами ракетронов будем опустимся на самое дно этого приключения в общем да в следующей серии узнаем что будет происходить может быть узнаем какие-нибудь тайны этого города кто знает что нас ждет в конце следующей серии может мы умрем тонем всяко может быть а пока что канал обязательно ставьте лукас обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать наши видосы которые выходят регулярно напомню два раза в неделю напомню вот обязательно посещайте сайта в контакте группу ромину с его клубом настольных игр клуб обязательно приходите на игр к нему если вы в сочи проживаете или будете проездом в сочи хотя сейчас из-за коронавируса смотрите герой это гейминг и увидимся с вами в будущих видео берегите себя своих близких и всех вокруг потому что почему бы и нет сидите дома короче сидит и смотрите герой это гейминг пока